Ну, конечно, я хочу сказать Ирине огромное спасибо, и эта вторая посылка, она, конечно, очень нужна, но она лишняя от вас, потому что в такие времена, как мы сейчас живем, для вас это очень напряжно, для одной семьи так поддерживать человека, понимаете? Поэтому, пожалуйста, я прошу вас воздерживаться от такой вот щедрости, это очень потом чревато может быть взаимоотношениями в семье, нельзя так вкладываться в одного чужого постороннего человека с такой помощью, это я вам точно говорю. Вы уже помогли однажды очень сильно, спасибо вам огромное за это. Я привыкла зарабатывать. Вообще, какая-то нелепость. Ладно, давайте смотреть распаковку, да? Ребята, это вообще, это рис. Перед нас еще из сахара просто целое море. Вот, это я разрезала пакет случайно, проколола. Тоже, тоже, тоже сахар. Мука. Очень, кстати, очень, очень. Гречневая крупа. Спасибо вам большое. Еще рис. И еще гречка. Может, две бутылки масла. Слушайте, это должно хватить до конца войны. Я надеюсь, что война скоро закончится. Пусть она скорее закончится, пусть уже мир наступит поскорее. Ну, это ж невозможно так жить. И привыкать к такому не хочется. Совершенно не хочется. Ой, опять колбаса. Ирина. Спасибо. И снова тушенка. Больше? Я не знаю. Спасибо вам огромное. С ума сойтись. Господи, как же приятно. И неудобно. Ну, как я буду рассчитываться со всеми люди? Я не знаю. Сдохнуть можно от стыда. Масло сливочное. Это вообще. Это вообще. Слушайте. Ой, а и шоколадки еще. Ой, господи. И конфеты. Класс. Круто просто. Дай. Так. Ну, а это, судя по всему... Я не знаю. Шампунь может. Вот. Я не знаю, что это. Буду разбираться. Спасибо огромное. Дай Бог вам счастья. За то, что вы есть. Встретились на моем пути. Не даете мне тут отчаяться окончательно. И пусть скорее мир наступит. И пусть у меня появится возможность вас отблагодарить поскорей. За вашу поддержку. За вашу щедрость. За ваше доброе сердце. Ирина. Пожалуйста, больше не помогайте. Иначе я так привыкну. И не буду искать никаких вариантов выхода из ситуации. Вообще перестану работать. Перестану снимать ролики. И вот так вот буду только на почту ходить. Перестану идеи какие-то искать в голове. Понимаете? Спасибо вам огромное. Спасибо. Очень приятно. Очень поддержали. Очень-очень сильно. И всем мира нам поскорей. Чтоб война эта закончилась. Дорогие мои подписчики, я хочу вам сказать, что если вы хотите мне помочь, поддержать меня на плаву, мой канал, вам нравится мое творчество, или вам нравится то, что я мастер-классы выкладываю какие-то, то, пожалуйста, не пытайтесь меня щедро там вознаградить, отдавать все свои заработки и такую щедрую помощь оказывать. Это неправильно, это глупо, это ущербно. Достаточно угостить меня чашкой кофе. Ну, как говорят сейчас, задонатить на чашку кофе. Все. И пусть на этом ваша благодарность мне, или поддержка, или помощь, как хотите это называйте. Милостыня, по общепринятому говоря, на этом она должна ограничиться. Вот такие подарки, вот как Ирина, это нельзя так. Это нельзя так. Это в ущерб себе, понимаете? Это очень сильно в ущерб себе. Я не думаю, что вы так все здорово живете, тем более у нас в Украине, тем более вот в это время, чтобы пытаться содержать какого-то человека. Так не должно быть, Ирина. Спасибо вам огромное. Так не должно быть. Больше, пожалуйста, так не делайте. Спасибо вам. Ну, так больше не делайте. Вы меня расслабляете, понимаете? Я тогда не ищу никакого пути выхода из ситуации. Я тогда только буду сидеть и ждать. Спасибо вам. Еще раз, что вы есть. Спасибо. Спасибо. Спасибо.